Так вот прямо идем и идем, потом это Копорское шоссе будет налево уходить, дорога в город, а мы по нему поедем так же. Ну я иногда, мне кажется, что вот Навальный, он может быть тоже как-то, знаете, от Кремля. Типа оппозиция создана, чтобы создавать вид, что есть оппозиция. Вам такого не кажется? Ну это, эта тема, она просто вбивается в головы, да, через интернет, тоже этими, так сказать, кривлевскими ботами там все. Вот, но, как сказать, не знаю, просто поскольку я, так сказать, постоянно в теме, да, я постоянно новости читаю от Навального. То есть просто такие издевательства над ним и над его семьей. А, ну что там, не подумаешь, да? Да, это просто, это уже, извините меня, добровольно на такое пойти. Даже я сейчас недавно опять видео загрузил. Косаки избивали, короче, и Навального били, его какого-то там, ну... Помощника? Помощника, скажем так. Так, и жена была, они где-то были там на Кубани или где-то, со стороны видео снимали, то есть это пиздец, то есть их завалили и ногами на земле били. Жену били, просто там она там визг подняла. И при этом стояли, полиция стояла, и вот она вот, ну почти не вмешивалась. Это вообще поразительно, поразительно. Да, конечно, досрали голову прилично. Там прямо, прямо. То, что вот эти вот мерзавцы, Сюганов, да, вот эти все наши партии, вот это шкуры продажные, действительно, кремлевские. Им, это факт, факт, я узнал вот в свое время, 200 миллионов, 400 миллионов Путин дает этим партиям, чтобы они себя поддерживали. То есть Жириновскому, Сюганову и вот это, справедливая Россия так. Ну, понятно. Кремль дает им сотни миллионов просто на поддержку этих партий. А сколько там ртов, да, чтобы всем это заплатить, там же миллионы тоже. То есть если бы реальная позиция была, да какой бы Путин давал им деньги? Ну да, проблема в том, что нет реального человека. То есть, как бы, я не сторонник Путина, но и не сторонник Навального, потому что я не вижу его в нем. Он не предлагает реальной программы, у него нет ее. Я не вижу вот этого, вот это меня пугает. Да, потому что он не целит в президенты, у него он просто, у него, ну на данный момент фонд борьбы с коррупцией, все. Он никуда себя сейчас не позиционирует, да, он хотел его так в наглую, такие, ой, это страшные вещи. Он же вот в 18-м году же хотел, да, в президенты баллотироваться. То есть, насколько наглым образом его просто не пустили, не допустили до этого, нагло просто заявили в открытую нет и все, да насрать, что у тебя и подписи там и все. Просто нет и все, мы тебя не пустим. Потому что, вон и Шевчук, я помню, в свое время вот интервью было, ну группа ДДТ-то, Юрий Шевчук. Вот. Он же тоже там против Путина, все. Он даже тоже вот интервью где-то давал. Естественно, его не пускают на центральные каналы. Вот. И вот где-то видео было. И вот он к Путину там обращался, типа, ну, он так и сказал, что вы ссыте? Вот что вы ссыте? Все равно всем понятно, что вот эта вся структура государственная, она, конечно, все равно сделает так, что все равно будет больше процентов у Путина. Понятно, что вот вся эта пропаганда, вся эта реклама, это все равно все, потому что много населения у нас все-таки таких действительно не очень развитых. Ну да, что им по телевизору, по первому каналу сказали. Да, да. Даже, извините меня, моя мама, вот яркий пример, она вообще никакого доступа к интернету. И вот она реально, у нее такой примитивный образ мышления. Она вот послушала вот телевизор новости, да, ей сказали, что Путин там круглые сутки о России думает, да, а Навальный это враг. Ну и все как бы, и она вот действительно считает, что... Я ей говорю, что ну есть такой Навальный, вот, она вот как-то вот такое ощущение, что все, ее уже не пробить. Она все зомбирована, это все. Вот. И то же самое, вот я говорю, Шевчук говорил, вот что вы ссытесь там в Кремле, да? Просто хотя бы допустите до выборов человека Навального, просто посмотреть, вот сколько, сколько он наберет, хотя бы понимать ситуацию в стране. Вот. А ситуация такова, что действительно он бы много набрал бы, даже с этими, со всякими там подводными камнями, да, со стороны Кремля. Все равно он бы очень много набрал, очень много людей за Навального, молодежь, очень много. Так я еще удивился, что вы поддерживаете. Обычно я как бы видел, как молодежь выходит, его поддерживает. То есть я не думал, что вот, ну, есть из взрослого поколения люди, которые поддерживают Навального. Вот это, то есть, то этого, то есть, ну, я, во-первых, смотрел Навального, как он себя преподносит. Я понимаю, что, да, он себя не позиционирует как президент, я не понимаю, он борется против коррупции, выявляет все эти факты жульничества и обмана, и какие там дачи у этих всех высших чинах. Причем факты, факты, факты. Да, факты. И при этом, то есть, как бы, я, у меня всегда было почему-то мнение, что этот человек метит в президента. Да, я тоже согласен, я немножко этого нюанса тоже недопонимаю. У него как таковой партии нет, вот чтобы... Вот в том-то и дело, партии нет. Да, он просто борец с коррупцией, но... Возникает ощущение, что он президента метит. Но он пытался, да, он пытался сразу без всякой этой партии... Сейчас налево, налево будет надо. Ага. Да, то есть, он хотел в 18-м году, он хотел, да, баллотироваться именно в президенты, да. То есть, сразу прыгнуть в президенты без всяких этих волокит, всякой этой партийной борьбы, да. То есть, у него фонд борьбы с коррупцией, и после, на базе этого фонда пойти в президенты, да. Такая тактика. То есть, просто заниматься политической борьбой, вот этой какой-то бессмысленной, видимо. Вот да, он, видимо, не хочет разводить тягомотину, там... Перекрестки снова налево надо выносить. Всякие партийные ячейки там организовывать, да, это. Ну да, не, но с другой стороны, если ты хочешь, не, ну, как бы что-то изменить в России, то, ну, надо партию делать. Потому что так ты, получается, без партии тебя всегда будут на любых акциях забирать. Черт знает, да. Как оно все там на самом деле. Ну, пока так, да, я согласен, что вот немножко, вот здесь будем налево. Да, лево, да. Немножко, ну, скажем так, по крайней мере, нестандартно, необычно для России. Это да, это по-любому. Бороться с действующей властью, но при этом, ну, даже Ленин взять, да, то есть Ленин вот создал ВКПБ там, все, да. Ну, партия была, безусловно. А тут несколько, ну, вот, не знаю. Единственное, в чем я соглашусь все-таки, у меня фактов нет, но я все-таки это понимаю просто на подсознательном уровне, что, конечно, есть поддержка извне у Навального. Ну, это по-любому, да. Да, потому что это огромные ресурсы. У него по стране сколько офисов. Да, да, это действительно нужно кормиться от чего-то. Понятно, что он поддерживается и Европой, и Америкой, скорее всего, да. Вот, все эти фонды там. Это я думаю, потому что если он моментально бы заглох тут, как на всю Россию можно в одиночку развернуть это и... Не, не, сейчас направо.